Hello, ребят! Сегодня хочу рассказать о том, как эффективно учить слова по английскому языку, чтобы они запомнились, никуда не вылетали из головы. Многие выписывают слова в тетрадь, с транскрипцией, с переводом. Кто-то просто просматривает незнакомое слово в словаре и пытается его запомнить повторением. У кого-то есть карточки, но это для особенно дисциплинированных. Подробная информация о методах изучения слов моих учеников и опрос на эту тему вы можете посмотреть в моей открытой группе ВКонтакте. Там же есть база знаний по подготовке к ЕГЭ. Это видео-уроки, с помощью которых вы самостоятельно сможете поднять всю грамматику, лексику и необходимые знания для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Терзайте! Ссылка в описании к видео. А теперь о том, что же я думаю об изучении слов в английском языке. Первое, что хочу сказать, совершенно не вижу смысла в заучивании голых слов, вне контекста. Это то же самое, что вот представьте, вы иностранец и изучаете русский язык. И значит, выписываете слова или пытаетесь их заучить. Условно, из какого-то текста или из статьи, которую вы встречаете. Все подряд, что вы читаете, что вы видите и слышите, вы пытаетесь выписать. Просто набор слов. Картошка, мячик, машина, дорога. Картошка, мячик, машина, дорога. Картошка, мячик, машина, дорога. Да, все, я знаю эти слова. То есть, поскольку вы их учите вне контекста, вы встретили их где-то и заучили просто голое слово, просто какое-то звуковое оформление. Вся фишка в том, что русский язык ассоциативен. У нас есть ассоциативный ряд к каждому слову. А именно, например, когда я скажу слово родина. Родина. Какие ассоциации вызывают у вас это слово? Мама, дом, родное, тепло, береза, роща. Огромное количество слов, ассоциаций возникают только лишь с одним словом. Это особенность мышления русскоязычного человека. Именно на этом следует играть, изучая слова. Это первый лайфхак. Придумывать ассоциативный ряд. Помню, когда я изучала английский и ходила к репетитору, мы играли в лото, и там были разные слова. Деревья, злаки, ягоды, овощи, фрукты. И некоторые слова имели звуковую аналогию для меня, которую впоследствии я запомнила на всю жизнь. Например, укроп. Дил. Дил, 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 крокодил. Запомнила я. Или, например, цветная капуста. Калифлауэр. Я думала, что это колючая капуста. Она колется. Калифлауэр. Калифлауэр. Или еще. Малина это разберри. Эту ягоду можно разобрать по частям. Поэтому разберри. Или тыква. Пампкин. Папкин-мампкин. Это первый лайфхак для запоминания слов. Ассоциативный ряд. Второе. Если мы говорим о словах в контексте Единого государственного экзамена, то есть вам необходимо не только визуальное оформление слова знать, но и звуковое, то здесь я могу порекомендовать вам учить слова в сочетании с аудированием. Например, у вас не очень ловко получается аудирование, там вы постоянно допускаете ошибки. И здесь я рекомендую вам следующее. Сочетать звуковое оформление слова и визуальное. Первое, что вы делаете, это традиционным способом решаете часть аудирования в ЕГЭ по английскому языку. То есть прослушиваете текст и отвечаете на вопросы. Все три задания выполняете. Далее необходимо взять скрипты этих аудирований, этих аудиозаписей и прочитать их в текстовом виде. Прочитать внимательно и перевести их от и до. подписав все незнакомые слова. Далее, после этого вы еще раз прослушиваете аудирование вместе с этим текстом. Таким образом, вы как бы прослушиваете аудирование с субтитрами. И тогда в вашей голове сочетается аудиальное оформление слова, звуковое, и письменный его вид. Плюс вы слышите это слово в контексте какой-то ситуации. И тогда вы запоминаете это слово осмысленно, а не просто отдельно, без ничего. Мяч, дорога, машина, кастрюля. Учите язык осмысленно. Ставьте лайк, если это видео оказалось для вас полезным. И подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании к видео. Спасибо большое за внимание. И всем ступалов на ЕГЭ. Пока!